В прошлый раз мы доказали, во-первых, теорему возвратности, критерий возвратности, это теорема 1, которая говорит нам, что, во-первых, возвратность, мы знаем, может быть, это не теорема, хотя это следствие из теоремы, что понятие возвратности – это и есть свойство класса. Если вы имеете один класс неразложимый, значит, все состояния сообщаются, то если одно состояние возвратно, то и все возвратны. Если хотя бы одно невозвратно, соответственно, все невозвратны. И состояние возвратно тогда и только тогда, когда ряд из вероятности перехода из состояния самого себя за n шагов, вот такой ряд по n, расходится. Так, это вот теорема 1. Затем мы перешли к вопросу о предельном поведении вероятности перехода. Значит, было введено понятие положительного состояния и нулевого состояния. Положительное, если среднее время возвращения в это состояние конечное, да? Вот, в этом случае единица, деленная на это среднее время, мюжи, будет больше нуля. Ну а нулевое состояние, если, соответственно, среднее время возвращения равно плюс бесконечности. В этом случае единица, деленная на мюжи, равно нулю. Вот отсюда идет нулевое состояние. Ну и была доказана такая теорема, теорема 2. Давайте я ее напомню, потому что то, что последует, будет связано с ней. Теорема 2. Что вот, если у нас е, можете не писать, у вас это должно быть, е это такой вот класс, неразложимый класс с периодом, равным единице. Вот. Ну и тогда... Неразложимый, это значит, все состояния сообщаются. Класс сообщающихся состояний с периодом единица. Ну вот тогда для любого жи и для любого и вероятность перехода из и в жи за н шагов имеет предел. И этот предел равен чему? Там единица на мюжи, да? Вот, приемлемаящимся бесконечности. Вот. Значит, напоминаю, что мюжи, это среднее время суммы по К, Ф, Ж, Ж, К, шагов, по К от единицы до бесконечности. Среднее время возвращения. Вот. Значит, эта теорема была доказана для периода, равного единице. Ну и теперь, да, значит, кроме того, еще было тоже установлено, что понятие положительности является тоже свойством класса. Если одно состояние положительное, то и все состояния положительные. Если состояние нулевое, то и все состояния нулевые. Ну и это все, по-моему, да, что было? На этом было закончено. Так или нет? Так, хорошо. Значит, теперь возникает вопрос естественный. Значит, смотрите, здесь у нас период класса равен единице. А что будет, если период больше единицы? Значит, вот теорема 3. Уже, так сказать, можно рассматривать как обобщение, если хотите. Говорит следующее. Значит, вот пусть у нас есть класс сообщающихся состояний. По-прежнему. Е – неразложимый класс. Но теперь с периодом уже произвольным, как к каким-то. Период D мы не предполагаем. Ну, в этом случае, как мы знаем, у нас можно выделить циклические подклассы. C0, C1, Cd минус 1. И мы знаем, что, значит, если период… Значит, условно вы можете себе пометить, что то, что здесь происходит, представляет интерес для случая D больше единицы. Потому что при D равном единице мы уже, так сказать, вопрос изучили. Вот. Это циклический подкласс. И помните, да, в чем цикличность заключается. Что если вы начинаете из состояния C0, принадлежащего классу C0, то с вероятностью единицы на следующем шагу оказываетесь в классе C1. Затем переходите с вероятностью единицы в класс C2 и так далее. И у вас, значит, если следить только за положением частицы внутри классов, то получится просто детерминированное движение по классам. А внутри классов, конечно, движение случайное. Вот. Так вот, при D большем единице. Значит, и понятно совершенно, что в этом случае вот таких пределов быть не может, если D строго больше единицы. Потому что у вас вероятность перехода, у вас будет так, она будет с кратностью D, отлично от нуля, а в промежутках между соответствующими числами будет 0. Так что у вас, естественно, ну, в принципе, можно написать такое соотношение, но только если наш класс нулевой. Ну, это малоинтересный случай. Мы интересуемся ситуацией, когда все-таки нетривиальные значения в пределе получаются. Ну, а в общем случае вот что получается. Смотрите. Ну, давайте предположим, что класс И лежит в, давайте я, в CR, а G лежит в классе CA. CR и CA. Да. Нет, не A, а A плюс R. Так, кстати, чтобы понятно, от R начинаем. Ну, вот тогда вероятность перехода из И в G за Nd плюс A шагов, вот такая последовательность, будет иметь предел, и этот предел равен D, деленное на мюжи. При N сремящемся в бесконечность. Вот если N равно 1, это в точности предыдущий случай, если D равно 1. Так, условия понятны, да? Доказательства. Доказательства. Ну, давайте сначала предположим, что, значит, первый шаг, предположим, что A равно 0. Значит, мы выходим из класса CR, значит, через D шагов снова оказываемся в классе CR и так далее. То есть, мы все время находимся в классе CR, по сути. Значит, что в этом случае разумно сделать? Разумно рассмотреть, ну, вот нашу цепь Маркова, так сказать, подцепь, если хотите, значит, за число шагов, кратное D. Значит, тогда что можно сказать для этой цепи? Значит, для нее уже, естественно, в качестве сообщающихся состояний класса будет выступать класс CR, так ведь? И матрица переходных вероятностей в этом классе, это будет, по сути, матрица P, P, D, за D шагов. Ну, часть этой матрицы. Это понятно или нет? Сейчас еще раз можно. Значит, смотрите. Значит, вот у нас есть состояние, все состояния, так? Вот есть класс CR. Значит, теперь мы за D шагов переходим опять только в этот класс. Значит, мы рассматриваем только то, что происходит здесь. За D шагов, за 2D шагов, 3D шагов и так далее. Значит, понятно совершенно, что теперь уже вот это будет класс с периодом единицы, если мы только на него смотрим. Это понятно, да? Вот если рассматриваем X, D, а не X, N. И матрица переходных вероятностей, но теперь она будет уже меньше, это будет часть матрицы исходной, но она будет совпадать с матрицей P, D, за D шагов, за той части, которая соответствует классу CR. Значит, к этому случаю мы можем применить предыдущую теорему, потому что период в этой цепи будет равен единице. Ну и, значит, что же получим? Мы получим, что вероятность перехода из Y в G, значит, для любых Y и G, ну, значит, Y у нас, так, давайте так, раз у нас Y здесь фиксировано, да, давайте сделаем так, так, G и, G и за N D шагов, A равно нулю, так, это и будут как раз переходные вероятности за N шагов в этой цепи, будет сходиться к чему? В силу теоремы 1, при N стремящемся к бесконечности, будет сходиться к единице на Mg. А мы там G увидели? И, И, вот здесь И. Сейчас, вот здесь, здесь Mg, сейчас, 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 последний индекс должен быть G все-таки. Сейчас, одну секундочку, сейчас я… Давайте здесь, все-таки, И начинаем, значит, и G, да, вот так. Но здесь G тоже принадлежит CR, A равно нулю, так что… Значит, Mg должно быть. Значит, соответственно, должно быть Mg здесь. Совершенно верно. Вот. Ну, давайте посмотрим, что же это такое. Значит, это единица, деленная на сумму K, F, G, G. Но теперь уже не за K шагов, а потому что шаги у нас кратные D, за KD шагов. Потому что для других значений F, G, G будет равно нулю. Мы не можем вернуться за число шагов, не кратное D из класса C, R из класса C, значит, здесь будет вот такая сумма. По K от единицы до бесконечности. Ну и понятно, что это то же самое. Давайте домножим на D и поделим на D. Здесь будет сумма KD, а здесь будет F, G, G за KD шагов по K от единицы до бесконечности. И это и есть D, Mg, деленная на Mg. То, что внизу, это как раз и есть среднее время возвращения. Значит, понятно, да? Значит, тем самым при A равно нулю все доказано. Ну а дальше по индукции. Причем вот это первое Mg было в новой цепи марка X, Mg, а второе Mg, последнее. Но оно совпадает. Посмотрите. Ну тут где, X, Mg, Mg. Посмотрите. Вот эта сумма, вот эта сумма, это то же самое, что сумма N, F, G, G, N шагов для исходной цепи по всем M от единицы до бесконечности. Здесь же будут все нули, кроме вот тех случаев, когда M равно KD. А, ну подождите, подождите, подождите секундочку. Да, давайте здесь поставим. Да, вот, понял, я понял, да, действительно. Давайте поставим здесь Mg с волной. Это, так сказать, вот то, что вы видите вот здесь, для этой суммы. А Mg получается замножением на D. Согласен. Так, еще вопросы? Получается Mg, но D на Mg с волной, верно? Mg равняется D, да, 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 да. Ну это так и есть, да. Ну вот теперь второй шаг, заключительный. Значит, что же теперь? Теперь мы предполагаем, что для случая... Ну по индукции, значит, у нас как база индукции есть, а равно нулю. Теперь предполагаем, что для какого-то А это верно. Предполагаем, что G лежит в классе C, A плюс R плюс 1. Попало... Теперь в состоянии следующего класса. Ну тогда что же можно написать? Тогда можно написать, что P и G за Nd шагов плюс А плюс 1. Так, что же это такое? Это и есть сумма вероятности перехода из I в S на PSG за Nd плюс A шагов по всем S. И теперь уже, смотрите, ясно, что за один шаг мы можем перейти из состояния из класса CR в класс CR плюс 1. Так, вот такая сумма у нас возникает. Я могу написать и по всем S, но на самом деле для S не из этого класса вот эти вероятности перехода за один шаг будут равны нулю в силу цикличности. Ну а теперь смотрите. Я могу применить предположение индукции, потому что теперь уже я могу взять в качестве R, R плюс 1, и тогда здесь как раз у меня уже по предположению индукции я знаю, как ведут себя вот эти вероятности. Значит, что у нас произойдет? Каждая вот такая вероятность, мы знаем, куда сходится. Сходится D, деленное на Mg. Ну и поэтому вся наша сумма при N, стремящемся в бесконечность, должна сходиться к сумме P и S по S. А здесь будет единица на D, прошу прощения. D на Mg. Вот. Ну а эта сумма равна единице, сумма всех переходных вероятностей, и получаем D на Mg. Так что тем самым индукционный переход будет завершен, если вы согласитесь со мной, что вот в данном случае, хотя мы рассматриваем, вообще говоря, бесконечную сумму, тем не менее предел суммы равен сумме пределов. Это вы должны знать. На самом деле, я не знаю, что там у вас происходит на анализе, но на самом деле это частный случай одной из теоремы сходимости интегралов, потому что вот такая сумма может рассматриваться как интеграл от некой функции по дискретной мере, вот она, с весами P и S, сосредоточенных в состояниях из этого класса, и поскольку их сумма равна единице, это конечная мера, а эти, ваша функция, вот эта, зависящая от S, ограничена, то в этом случае есть теорема мажорированной сходимости, просто говорит, что всегда предел интегралов равен интегралу от предела, а в данном случае предел есть, и вы переходите так. Это один вариант. Если этот вариант вы еще не проходите, ведь теорема… Ах, у вас еще не было интегралов. Ах, у вас еще не было интегралов. Вот, поскольку у вас еще не было интегралов, значит, остается следующий вариант. Надо взять и доказать соответствующий результат. Ну вот, соответствующий результат можно сформулировать следующим образом. Давайте сформулируем это в виде леммы. лемма предположим что у нас есть какой-то вектор стахастический п и значит такой чтобы и не отрицательны сумма п и равна единице так я так стать уж адаптирую эту лему к нашему случаю вот ну и дальше предположим что у нас есть это первое что у нас есть и кроме того у нас есть скажем какая-то функция f это от n которая при каждом и для каждого и последовательность f и от n имеет предел f от и и при этом f и от n по модулю не превосходит какой-то константы для всех и нет предел ну давайте давайте так чтобы здесь не путать вот давайте так поставить f и предел по n конечно да при от землящимся и бесконечно ну вот тогда сумма п и f и от n по по и сходится к сумме п и с и ну как они вы между нулем и единицей они же между нулем и единицей так что ну для простоты чтобы и совсем все было просто давайте уберем модуль и давайте предположим что вот так вот у нас уж совсем тогда между нулем и единицей что эти самые последовательности не отрицательны вот такой предельный переход но я могу оставить это вам в качестве задачи это не сложное упражнение потому что вы берете предел этой суммы его можно и доказываете что он не превосходит того что справа а потом выражение которое справа проверяете что она не превосходит того что слева предела слева так что это вот такая лемма все-то я вам оставляю в качестве упражнения но сегодня она нам еще понадобится ну конечно 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 ну конечно смотрите дело в том что поскольку они ограничены а ряд этот сходится то естественно когда вы отодвинетесь достаточно далеко вы хвосты можете оценить и слева и справа равномерно так что конечно да так хорошо зачем сам теорема доказано теорема доказано ну и что же значит теперь дальше да ну в качестве резюме резюме значит итог пока может быть промежуточный еще но во всяком случае итог такой значит если у нас ей это класс сообщающихся состояний неразложимый класс ну тогда значит возможны две ситуации ситуация первая значит или все вероятности переходов из и в жизнь стремятся к нулю это значит класс нулевой нулевой или невозвратный вот практически нулевой всех и же или второй второй случай когда класс положительный класс положительный когда вот эти самые пределы п и жи за н шагов давайте их обозначим пи жи вот они все положительные ну примерно снимающимся в бесконечность интересно что вы все время задаете вопросы о том что происходит цен мы же только только предельный переход по этому индексу и рассматриваем так что никаких других и же фиксированы нет не синонимы но возвратный класс будет нулевым не возвратный класс будет нулевым что для счетных нет возвратности не надо путать возвратности сообщаемость что это немножко разные вещи класс могут быть сообщаемый но класс может быть с классом сообщающий состоянии но в бесконечном случае могут быть все состояния невозвратны а могут быть все возвратны так что это нет прямой такой связи между посмотрите ну давайте поставим период равен единицы чтобы не путать до чтобы не было вопросов о переводе пусть что с периодом понятно что то же самое только нужно рассматривать переход к пределу по значениям n кратным так хорошо теперь еще одна вещь вот я не уверен что я хоть и сказал уже произнес здесь но я не уверен что я это что мы это на этом моменте останавливались что положительность это свойство класса но значит вот это такое замечание замечание если и положительно и и сообщается жить то жить тоже положительно что интуитивно должно быть понятно но давайте это проверим давайте это проверим но опять-таки я буду проверять для случая когда период равен единице в общем случае это делается рост сводится к этому ну доказательство проверка точнее совсем простая но действительно раз они сообщаются между собой значит вот существуют такие натуральные числа к и м такие что вероятность перехода из и в жизнь скажем за к шагов строго больше нуля и вероятность перехода из жив и за м шагов тоже больше нуля нас они сообщаются ну и тогда что же можно написать можно написать что вероятность перехода из жив же за вероятность перехода из жив и за м шагов затем из и в и за м шагов и затем из их же за к шагов обычным образом вот ну а раз так смотрите вот эти две вероятности фиксированы ну давайте устремим n к бесконечности что у нас получится значит если у нас период равен единице и класс и состояние и положительно то вот эта вещь сходится к пи и и которая строго больше нуля ну и тем самым левая часть тоже стремится к пределу эта часть сходится к пиши ну и из этой из этого неравенства получаем что пиши тоже положительно так что это прав проверка совсем простая так еще один момент о котором стоит поговорить давайте предположим что наша цепь конечно вот пусть будет n состоянии что происходит в этом случае ну и при давайте предположим что у нас один все состояния сообщаются все состояния ну скажите пожалуйста как вы считаете может быть здесь ситуация чтобы этот класс состоянии был нулевым очевидно не может быть потому что если бы класс был нулевым то мы получили бы что в пи же равно нулю вот эти предельные вероятности которые существуют раз состояния сообщаются ну и пусть пусть д равно единице опять пусть д равно единице вот тогда мы получили бы вот такую вещь в то же самое время смотрите сумма п и ж за n шагов по позже от единицы до n большого она равна единице правильно а все они сходятся к каждый из них сходятся к пи же значит у нас здесь ходимость к сумме пи же от единицы до n большого ну и получили бы противоречие 1 равно нулю что это невозможно так что в этом случае цепь не может быть нулевой цепь не может быть нулевой значит она положительно а раз она положительно то все пи же больше нуля а так как их конечное число то тем самым существует дельта больше нуля такое что матрица да и существует такое что все пи же больше этого дельта так ну и поскольку у нас начиная с некоторого номера вероятности перехода за н шагов будут близки к пи же значит тем самым найдется такое с ноликом такое что вероятность перехода из жи за n с ноликом шагов будет больше чем дельта пополам потому что они сходятся к пи же которые больше дельта но что это значит это означает что существует н с ноликом такое что вероят матрица переходных вероятностей положительно а значит можно применить теорему маркова вот так что смотрите мы вот в ряде случаев это замечание облегчает жизнь что не нужно искать это н с ноликом вот как мы делали вручную указывать его что она существует просто если вы знаете что цепь конечно все состояния сообщаются период единица все значит это обязательно так будет и значит можно теорему маркова применять и значит экспоненциально быстро вашей вероятности перехода за н шагов сходятся к пределам сейчас где-то это у меня написано вот видите вот это обозначение для пределов вероятности перехода как одинаковые почему они одинаковые почему они одинаковые а для любого и да конечно они зависят только от от второго состояния куда мы переходим по предыдущим теоремам да конечно достаточно одного нулевого значения чтобы получился для всех элементов из класса получился бы 0 так что ну а здесь когда их конечное число такое такого быть не может вот еще вопросы еще вопросы нет вопросов да так хорошо тогда переходим к следующему моменту следующему разделу сделайте такой подзаголовок стационарные распределения что вы говорите ну так что вы уже значит знакомы немножко мы уже и по моему чё ты задачи решали связанные со стационарными распределениями вот до начнем с определения я напомню его определение значит пусть пи это вот это сейчас в данный момент это еще не пределы вероятностей значит на самом деле чуть чуть позже будет как раз доказано что мы имеем право использовать это обозначение потому что вот эти стационарные распределения как правило совпадают с финальными вероятностями то есть с пределами вероятности перехода за н шагов так вот предположим рассмотрим такой стахасти такой вектор который значит обладает следующими свойствами первое он стахастический это значит что пи жи больше либо равно да и сумма фи жи равна единице так это первое и второе свойство предположим что пи пи равно пи вот свойство стационарности ну вот тогда пи называется стационарным распределением стационарное распределение таково определение ну вот давайте значит сегодня это у нас была там теорема 3 да это будет пусть будет теорема 4 или если хотите в этом разделе можно назвать теорема 1 как вы предпочитаете все равно давайте теорема 4 теорема 4 значит давайте сформулируем ее так вот два следующих условия эквивалентны первое существует единственное стационарное распределение так и второе условие сейчас я подожди я все-таки думаю нужно предполагать нам что период равен единицы думаю что нет наверное да давайте так сформулируем что класс состояний классе положительные классе положительных класс состояний который мы рассматриваем он положительные все состояние положительные да 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 класс и класс все все состояние будут сообщаться да все состояние будут сообщать так ну давайте давайте так ну давайте доказывать давайте сначала вот такой переход докажу что если класс у нас положительный то тогда верно что существует единственное стационарное распределение да значит класс положительный класс положительный ну давайте пусть опять-таки я возьму период равен единице чтобы для простоты но тогда что же у нас у нас вероятности перехода из и вжи за n шагов сходятся в единице нами уже которые больше нуля при н стремящемся бесконечности ну давайте просто докажем что вот эти числа единицы нами уже образуют стационарное распределение а потом проверим что она единственная ну хорошо но значит так вот я сейчас уже буду использовать обозначение тяжи для вот этих чисел ну давайте рассмотрим следующее во первых единица равняется сумме п и жи за n шагов по всем же предел это будет то же самое что предел что предел принадлежащимся бесконечности. Это понятно? Просто тождественная единица. Так что это верно. А дальше я использую то, что дальше у вас в курсе анализа будет называться Леммой Фату, что предел, он совпадает с нижним пределом, что нижний предел суммы для неотрицательных таких вот выражений больше... А? Нет, если конечная, тогда вообще нет проблем с предельным переходом. А я хочу рассмотреть общий случай. Что больше либо равно нижнего предела. Значит, вот больше либо равно суммы нижних пределов. Сейчас мы это проверим. Давайте закончим сначала. А мы знаем, что существуют пределы, и они равны π жив. Значит, получаем здесь сумму π ж. Значит, в результате мы получим как следствие, что сумма π ж не превосходит единицы. Это первое следствие, которое будет выведено из... теперь, значит, как это обосновывается? Как это обосновывается? Ну, давайте заметим следующее, что вот эта сумма, она... сумма по жи, вся сумма, π, и жи, и жи, и н, она... Давайте напишем так. Я сейчас буду рассматривать счетный случай, значит, я могу занумеровать состояние, и я напишу вот так вот. Хорошо? Что она заведомо больше либо равна суммы по жи от единицы до какого-то n большого, π и жи, Так? Ну, и из этого неравенства вытекает, что нижний предел больше либо равен нижнего предела вот этого, так? Значит, нижний предел, нижний предел этой суммы, π и жи... Почему? М? Нижний предел по чему? Как почему? Нижний предел... Все по n. Предельные переходы все по n. n стремится к бесконечности. Других нет. Вот, по n будет больше либо равен нижнего предела суммы π и жи по n стремится к единице до n. Ну, а это будет больше либо равно суммы нижних пределов. Ну, и все, смотрите. Значит, смотрите, вот мы начали с вот этого дела, да? Получили, что в нашем случае, значит, если я поставлю здесь нижний предел, он больше либо равен вот такого выражения при n большое я могу выбрать, как хочу. А, при единице, да? Ну, я взял жи от единицы до n. Ну, по всем жи, по всем жи, но в данном случае, чтобы было понятно, что... А почему нижний предел сумма больше, чем сумма нижний предел? Ну, как, подумайте. Это уже вы сами должны знать. Вот. И отсюда получается то, что нам нужно. Значит, первая строчка. Теперь давайте рассмотрим вот такую вещь. Давайте рассмотрим сумму. Напишем такую вещь. Да, вот так напишем. Возьмем сумму Пи, Пи, Жи за n шагов по всем и. Вот такую вещь. Так, давайте рассмотрим. Вообще-то как раз, значит, что же это такое? Значит, по сути, мы умножаем вот этот вектор строку Пи на нашу матрицу переходных вероятностей. Вот. И опять-таки, смотрите, таким же образом тут ничего не меняется. Я могу написать, что вот предел при n, стремящемся в бесконечность, будет больше либо равен суммы пределов. Значит, здесь будет... Ну, на самом деле, здесь даже и проще, потому что здесь уже мы проверили, что сумма Пи, появились веса, сумма которых не превосходит единицы. Ну, Пи, а здесь возникнут пределы вот этих вероятностей. Значит, будет единица на... Здесь будет Пи-Жи, прошу прощаться. Пи-Жи сумма по i. Сумма по всем i. Ну, чтобы вам было, может, более понятно, давайте напишем предел, нижний предел Пи-Жи-Н, а это есть Пи-Жи на сумму пи. По всем i. Так, сейчас... А, хорошо. Ну, и теперь теперь давайте сделаем вот что. Так, давайте сделаем вот что. Давайте просуммируем по всем i. Что у нас получится? Сейчас, по всем i. Нет, по всем жи. Давайте просуммируем по всем жи. Значит, у нас получится сумма по жи, сумма по i, Пи, и Пи-Жи за один шагов. Значит, предел такой штуки будет больше либо равен суммы нижних пределов внутренних вещей, они больше либо равны того, значит, получим, что это больше либо равно суммы по жи, суммы по жи, Пи-Жи, сумма по i, Пи-Жи, Пи-Жи. Так? Значит, а здесь можно написать, здесь будет сумма Пи-Жи. Получим сумму Пи-Жи, она у нас вынесется, а сумма по жи даст единицу. И мы получим вот такое неравенство. Сумма Пи-Жи в квадрате. Вот. Ну и дальше мы можем заметить такую вещь, что если хотя бы в одном, при одном индексе жи у нас было строгое неравенство, то тогда здесь тоже будет строгое неравенство. Правильно? Значит, если где-то, значит, существует, если существует жи такое, что здесь, на этом месте строгое неравенство, то и для суммы будет строгое неравенство, потому что все слагаемые были больше либо равны. Ну а такое строгое неравенство, если мы получим такое строгое неравенство, то мы получим такое неравенство. А больше, чем А квадрат. Ну что же это? Это то же самое, что и А меньше единицы. Значит, получим, что единица больше, чем А. Значит, либо А должно равняться нулю, а это не так, потому что сумма положительна. А в то же самое время... Так, подождите, так А меньше... Нет, все нормально. Наоборот, единица... Нет противоречия? Нет противоречия? Подождите. Сейчас, 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 должно быть противоречие. Сейчас, секундочку. Сейчас, 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 где-то я ошибся. Сейчас, одну секунду. Сейчас, 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 подождите секунду, подождите секундочку. Давайте вот как сделаем. Давайте сделаем вот как. Давайте сделаем вот так. Значит, это оставим. Давайте, это я пока сотру. Это я пока сотру. Давайте вот что. Я просто, давайте, попробуем сравнить сумму ПИ, ПИ, Ж за n шагов. Сравним с ПИЖ. Сравним с ПИЖ. Так, вот что. Давайте-ка здесь заметим, что здесь-то есть равенство на самом деле, потому что здесь появились веса. Вот. Вот. Это вот та лемма, которая там наверху. Посмотрите. Сумма ПИ. Там у меня сумма была единицы равна ПИТах, но на самом деле важно, чтобы ряд сходился из ПИТах. Это все равно. Так что вот здесь есть равенство. Вот. Все отлично. Ну и стало быть, вот это все меньше либо равно ПИЖ. Потому что вот эта сумма, мы проверили, что она не превосходит единицы. Во. Теперь все в порядке. Вот. И если теперь, если теперь, если существует Ж, такое, что вот здесь у нас меньше, со знаком меньше, то есть, суммируя по всем Ж, вот так вот напишем, значит, сумму ПИЖ, сумму ПИ, у нас это все не превосходит суммы ПИЖ по Ж из первого неравенства. Вот. И если у нас нашелся хотя бы один индекс, где строгое неравенство, то мы получили бы здесь строгое неравенство, а левая часть здесь равна просто-напросто сумме ПИ. И мы получили бы сумма ПИ строго меньше суммы ПИЖ. Но это может быть только если А меньше, либо меньше, строго меньше А. Такое может быть только если, да никак не может быть. Значит, у нас получится противоречие. Значит, на самом деле, на каждом, при каждом индексе Ж у нас здесь равенство. Значит, итак, вывод, что на самом деле это равно ПИЖ. И что это, а что отсюда следует? Отсюда следует, что сумма ПИ равна единице. Так что это действительно стахастическое распределение ПИ. И вот это равенство, вот это равенство, которое здесь написано, показывает, что выполнено ПИП равно ПИ. Так что тем самым действительно это стационарное распределение. Давайте сделаем перерыв. А посмотрите, сумма ПИИПИЖ за Н шаг. Умножьте, возьмите, Н равно единице. Смотрите, здесь же при каждом Н. А, здесь нужно предел поставить. Здесь нужно предел поставить по Н. Ну, хорошо, давайте сделаем перерыв, потом уже закончим. Надо чуть-чуть здесь переделать концовку, чтобы все было понятно. Нет, ну вот то, что сумма ПИЖ равно единице, мы вроде поняли, да, или нет. Значит, вот что, вот так можно сделать. Смотрите, вот, давайте возьмем, напишем такую вещь, сумма ПИИПИЖ, вот так, ПИИПИЖ, скажем, ПКИ за Н шагов, умноженное на ПИЖ, так, здесь у нас сумма ПИИПИЖ. Я просто воспользовался тем, что ПИИПИИ, это и есть предел такой, предел ПН, естественно. Вот. И вот эта вот вещь, вот она меньше либо равна сейчас, сейчас, одну секундочку, значит, здесь просто, здесь просто, значит, это то же самое, что предел суммы ПКИ за Н шагов ПИЖ, так, по всем И, по Н, здесь я применяю Лему, потому что сумма ПИЖ, так, равна единице, поэтому сумма пределов, равна пределу суммы, и теперь, смотрите, то, что вот здесь написано, вот эта вся сумма, это что ж такое, это просто-напросто ПКЖ за Н плюс один шаг, ПКЖ за Н плюс один шаг, и значит, предел этого дела равен ПИЖ. Значит, тем самым мы получаем вот такую вещь, мы получаем, что сумма ПИЖ, ПИЖ, больше либо равна ПИЖ. А, подождите, вообще, даже равно ПИЖ, да? Да, даже равно ПИЖ, да, даже равно ПИЖ, так что, вот это и означает, то, что мы... сумма ПЖ. это и означает, что ПИЖ равно ПИЖ. А мы этого раз уж и не знали? Так, это мы уже установили, подождите, нам же нужно, нам нужно... Единственность. Нам нужно... Нет, единственность, это понятно, а то, что сумма равна единице, по-моему, мы тоже проверили. тем самым осталась единственность, тем самым осталась единственность, единственность. на предыдущей доске было что-то, что было? На предыдущей здесь нет. А, здесь еще нет? Нет. Здесь было что-то, но было... что-то действительно предыдущее. Единственность. Единственность. Ну, вот давайте предположим, что есть другое стационарное распределение. Еще одно. Ну, тогда что же означает это? Это означает, что, значит, вот Q, вот если это... Q, этот вектор равняется Q, или, если переписать это в виде уже в таком, как вот мы здесь пишем, это означает, что сумма Q, И, Т, П, И, Ж, Т, по всем И равняется Q, Ж. На самом деле, лучше поступить так. Если это так, то отсюда вытекает, очевидно, что Q, P, N равняется Q для любого N. Это понятно. Последовательно. Значит, вот это из нижнего вытекает вот такое равенство, что для любого N выполнено вот такое равенство и для любых, для любого индекса Ж. Согласны? Так. Хорошо. Ну, а раз так, то давайте перейдем к пределу. У нас класс положительный, пределы существуют. Так, подождите, нет. Пределы у нас существуют, а насчет положительности нет. Действительно, мы сейчас еще в этой части находимся. Значит, пределы. Важно, что они есть. И пределы этого это P, P, Ж, и переходим к пределу, получаем следующую вещь, что Q, Ж, это вот я переписываю слева направо, точнее, справа налево, это есть вот это, вот эта вещь. Значит, то же самое, что предел при n, стремящемся в бесконечность, от вот этой суммы, Q, И, Т, P, И, Ж, Т, Н, сумма по всем i. этот предел равен сумме пределов, потому что сумма куитых, ряд с куитых сходится. Значит, здесь получаем сумму куи, а пределы это пи, Т, Сумма по i. Пи, Ж, Т выносится, сумма куи равно единице, получаем, что ку, Ж, равняется пи, Ж, для любого Ж. Так что это новое стационарное распределение на самом деле совпадает со старым, так что действительно есть единственность. Все уследили, понятно или нет? Все уследили. Так. Мы примем еще в начале, в теореме предполагать, что период один. Да, мы это предполагаем. Да, 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 один органический, один класс. Так. Значит, если вопросов нет по этой части, переходим дальше. Дальше переход. Что же, это мы доказали в одну сторону, да, что если класс положительный, то вот эти самые предельные вероятности, единицы на мюжи, они как раз и образуют стационарное распределение. Так ведь? Теперь мы должны доказать, что если есть стационарное распределение, то класс положительный, да? Значит, теперь вот в эту сторону. В эту сторону. Значит, пусть существует стационарное распределение. Стационарное распределение. Стационарное распределение. Тогда, что же у нас выполнено? Вот это равенство. И из него вытекает, что πpn равно π для любого n. Так ведь? Ну, что же это значит? Значит, это означает, что сумма πi, πi, g за n шагов по всем i равняется πg. Причем мы предполагаем, что существует единственное. В теореме было так сформулировано, что два условия эквивалента существования единственного распределения и положительность класса. Ну вот, хорошо. Ну, давайте будем переходить к пределу. Пределы-то есть у нас здесь. Значит, левая часть, левая часть, при n, стремящемся в бесконечность, сходится к сумме по i, πi, а здесь πi, а здесь возникает единица на мюжи. Так ведь? И это равняется πi, πg. Ну, единица на мюжи вынесется, а πииты у нас дают сумме единицу, потому что это стационарное распределение. Вот мы получаем, что единица на мюжи равняется πg для всех g. Ну и тем самым, ясно, что этот класс положительный, потому что если бы он был нулевым, то все пределы бы были равны нулю, и тем самым мы получили, должны были бы приравнять к нулю все πg, и они в сумме дают единицу. Так что такого быть не может. Значит, следовательно, класс положительный. Вот. А мы тут, по-моему, не пользовались все деятельностью. Единственностью так как-то явно вроде бы я не воспользовался, да? Да нет, здесь это даже и не нужно. В эту сторону получается, что не нужно. Ну вот теорема доказана. Теперь естественный вопрос из существования стационарного распределения получается, что единственность вытекает, да? Немножко странно, конечно. Но правда, не то, что странно. Это вот что. Значит, смотрите. Все-таки это в предположении, что у нас все состояния сообщаются. Да, и период равен единице. И период равен единице. Ну, что будет происходить, если период не равен единице, это должно быть понятно более-менее, потому что, значит, просто нужно рассмотреть эту цепь с шагом D, и тогда все это будет применимо, так что аналогичные результаты будут. А вот если у нас есть несколько неразложимых классов, которые между собой не сообщаются, то в этом случае ситуация вот какая интересная, что в этом случае у нас уже будет, скажем, каждый класс хороший, для него будут существовать стационарные распределения, а для всей цепи у нас уже единственности не будет. У нас уже стационарные распределения тоже будет существовать, но их будет уже бесконечно много. Вот я сейчас объясню это на простом примере. Давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас всего два, если их больше, так еще больше возможностей. Значит, предположим, что у нас два класса, E1 и E2. Значит, так напишем вот так. E равно объединение E1, E2, неразложимые классы. Неразложимые классы. Значит, они между собой не сообщаются, и, значит, матрица переходных вероятностей будет иметь вот такой вид. Значит, смотрите, давайте сначала выпишем все состояния из первого класса, тогда переходы будут только из, вот, а потом из второго класса. они могут быть бесконечными, это условное обозначение. Они могут быть обе бесконечными. Так, кстати. Ну и что же у нас? Значит, у нас для первого класса существует распределение Пи, скажем, давайте вот Пи1, здесь это весь, уже все распределение. Это не первый элемент, как там. Можно верхний индекс поставить. Ну, давайте, давайте верхний индекс поставим. Пи1, вот так вот. Это будет стационарное распределение для первого класса. Вот это вот, а это будет матрица Пи1, это матрица Пи2. Так что Пи1 Пи1 равняется Пи1. Ну и для второго тоже есть стационарное распределение Пи2. Пи2 равняется Пи2. Ну и теперь давайте возьмем такой вектор, уже теперь полный. Значит, возьмем какое-нибудь число альфа между нулем и единицей. Так, и возьмем смесь. Только теперь уже, смотрите как, дополним Пи1, это уже у нас строка, которая соответствует вот элементам, вот этим строчкам. Дополним нулями, чтобы получилось полное. Так, опишу я так. А здесь плюс один минус альфа Пи2. Ну, сколько будет таких распределений? Столько, сколько чисел альфа между нулем и единицей. Целый континуум. И все они различны. И все они будут стационарны по отношению к матрице П. Значит, это понятно, что Пи умножен на П, это будет снова Пи. при этом все причислены. А? При этом все причислены. Да, 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 да. Вот даже вы можете для простоты считайте, что матрица наша цепь конечна, тогда вы можете просто выписать все это, если вас смущает такая вот более общая картинка, этот эффект проявляется здесь неважно конечная цепь или бесконечная, важно следующее, что для отдельных классов у нас будут единственные стационарные распределения, а их смеси, вот такие выпуклые комбинации, они будут стационарными распределениями для общей цепи и, конечно, их будет сколько угодно. Если период не один, то тоже единственное? Если период не один, то там будет, там, да, там единственное будет. Если у нас один класс сообщающихся состояний, даже если период будет не единица, да, там будет одно распределение. Ну, хорошо, значит, на этом как бы цепи Маркова заканчиваются, ну, и у нас еще остается несколько минут, значит, я расскажу, о чем я собираюсь. А, подождите, правильно, в 50 минут мы кончаем, так что... Можно еще раз в конец предыдущить аремы, которые там на задней доске? Как мы заключили, что... Вот это? Да. Значит, вот у нас стационарное распределение, отсюда вывели вот это, переписали вот так, так, вот так, вот. Ну, а теперь, поскольку мы находимся в одном неразложимом классе, значит, у нас существуют пределы для вероятности перехода ижи за n шагов, и эти пределы равны единице на мюжи. Теперь, предел суммы равен сумме пределов, поскольку сумма пи равна единице по лемме. Значит, перешли к пределу, получили вот это равенство. Единица на мюжи вынеслась, а сумма пи же и равна единице. Это стационарное распределение. Вот, значит, получили вот это равенство. Значит, класс положительный, потому что, если бы он был нулевым, все бы вот эти вещи были бы равны нулю, а сумма пи же равна единице. Так, есть ли еще вопросы, давайте. Нет вопросов? Хорошо. Тогда основную программу мы выполнили, а теперь в силу того, что вам уже рассказывают, вы уже знаете, вы уже очень умные, знаете, что такое меры и всякие свойства мер, ну вот я собираюсь немножечко сказать об общей ситуации, об общей аксиоматике, о случайных величинах немножко поговорить и рассказать некие теоремы существования, в частности, начну с того, что существует, вот если вы возьмете последовательность, произвольную последовательность вероятностных распределений, то обязательно найдется последовательность независимых случайных величин с такими распределениями, бесконечно, и в самом общем случае. Существует простое красивое доказательство, а потом, если останется время, может быть какой-то вариант теоремы Калмогорова о системе согласованных распределений предложить вам. Значит, итак, общая аксиоматика похожа на то, что я вам уже рассказывал, только теперь все будет называться своими именами уже, никакого предположения о дискретности с самого начала не будет. Значит, итак, вероятностное пространство. Начать с этого. вероятностное пространство. Значит, вот я повторяю, ничего страшного, да, только теперь уже будут произнесены нужные слова. Там я говорил, что есть некие аксиомы, а сейчас я скажу еще раз. Значит, вот модель случайного эксперимента. Это вероятностное пространство. Как обычно, омега – это произвольное непустое множество, F – это сигма-алгебра под множество омега, а P – это вероятностная мера на F. Значит, вот омега непустое множество, F – это сигма-алгебра под множество омега и P – вероятностная мера на F. Вот. Вот те три аксиомы, которые я вам приводил, это просто в точности означает, что P – вероятностная мера. Вот. Вот. Хорошо. Теперь случайные величины. А можете не напомнить, что такое вероятностная мера? Ну, как что? А что такое мера, вам не надо напоминать? А вероятностная это значит нормированная. Полная масса равна единице. Значит, это синонимы. Но когда вы занимаетесь теорией вероятности, практически всегда вы не говорите, что нормированная, а говорите вероятностная. Или просто вероятность. Это то же самое, что вероятностная мера. Вероятностная мера равно нормированная мера и равно вероятность. Это все синонимы. Теперь случайная величина. Сейчас рассматривается отображение из Омега в R1. И теперь уже для того, чтобы это отображение, эта функция называлась случайной величиной, нужно потребовать, чтобы она была измеримой. Вот измеримое отображение. Здесь берется сигма-алгебра F, а в R1 берется сигма-алгебра Борелевских подножеств. Вот измеримость понимается по отношению к этим двум сигма-алгебрам. Это естественное требование. Это естественное требование, потому что, как я уже в свое время, наверное, говорил... Сейчас я повторю. Сейчас я скажу, что это значит. Измеримость... Все знают? Я повторю, конечно, сейчас напомню, но вообще вы старайтесь уже на всю жизнь запоминать, потому что это такие базовые понятия, они вам везде будут нужны. Значит, измеримость означает следующее, что х-1 от какого-нибудь множества А принадлежит F для любого Борелевского множества? От А. Вот оно, А. Ну, как-то смущает. Вот так. Значит, прообраз. Значит, почему это требование естественно? Потому что, смотрите, что такое прообраз. Это множество тех омега, для которых х от омега лежит в А. Так ведь? Это... А... Во всяких приложениях нам хочется уметь вычислять вероятности вот таких вот множеств. Это множество... Должно быть событием для того, чтобы можно было говорить о вероятности. Вот. А что означает, что оно событие. Это и означает, что оно является элементом F. Так что это требование измеримости совершенно естественно. Понятно, да? Хорошо. Дальше. Дальше. С каждой случайной величиной х можно связать сигма-алгебру событий, которые ассоциированы с х. Сигма я буду сигма от х обозначать. Это вот что такое. Это х минус 1 от B1. То есть, это и есть совокупность всех таких прообразов. Это тоже сигма-алгебра. Она является под сигма-алгеброй сигма-алгеброй F. Значит, сигма от х под сигма-алгебра сигма-алгеброй F. И, в принципе, измеримость х, значит, х измерима, измерима, если сигма от х, вот вложено в F. Это их синонимы. Ну, понятно, что это эквивалентная вещь. Потому что сигма от х, смотрите, это определение имеет смысл для любого отображения. Это сигма-алгебра событий, ассоциированных или порожденных случайной величиной х. Значит, это те события, которые действительно… Вот они. Вот они выписаны. Ничего другого, когда вы имеете одну случайную величину, вы не сможете, так сказать, получить. Хорошо. Теперь, что такое независимость случайных величин? Х1, х2 и так далее, хн независимы, если порожденные ими сигма-алгебры независимы. Независимы. Что тоже естественно. Потому что что означает… Ну, правда, вы меня можете спросить, а что означает, что эти сигма-алгебры независимы? Это означает, что если я возьму события, скажем, там, B1… Подождите, сигма-алгебры. Вот если я возьму B1, B ката, произвольное, принадлежащее сигма от х ката, так, то при любом выборе этих событий, вот события B1 и так далее, Bn, они независимы. Вот что означает независимость сигма-алгебр. Что такое независимость сигма-алгебра? Что такое независимость сигма-алгебра? Вот я написал. Они независимы. Это что означает? То есть… Ну, слушайте, это то определение, которое мы с вами работаем. Ровно то же самое. Ровно то же самое. Ну, на самом деле, для независимости сигма-алгебр, вот это вот может быть сформулировано так, что вероятность пересечения B ката от 1 до n равна произведению вероятности B ката от 1 до n. Не нужно выписывать много соотношений, достаточно вот такие брать n-ки, потому что это сигма-алгебры, и, значит, вы можете, выбирая здесь в качестве B ката х омеги, вы можете получить все промежуточные соотношения, которые там были, когда мы говорили о независимости событий, содержащих более чем два события. Теперь еще что нужно сказать. Нет, почему уже в насильной независимости событий? Я использую понятие независимости событий, чтобы определить независимость сигма-алгебры, а через независимость сигма-алгебры определить независимость случайных величин. Это, я просто сказал, как практически устанавливать независимость сигма-алгебры. Вот, достаточно проверять вот такое равенство для любых вот таких наборов B ката, взятых по одному из сигма-алгебры. И, наконец, последнее, то, что на сегодня, и уже потом мы будем заканчивать, это что такое распределение х? Распределение случайной величины х. Что это такое? Это вероятностная мера на сигма-алгебре B1. Значит, определяется она так. Px от А. Это есть вероятность х минус первой от А. А принадлежит B1. Ну вот, если у вас в анализе было понятие образа меры при отображении, значит, смотрите, если у вас есть какая-то мера мю и есть какое-то отображение, мю F минус 1 – это образ меры при отображении F. Вот давайте так, предположим, у нас есть омега F и какая-то мера мю, необязательно вероятностная. И функция F из омеги, скажем, там куда-то, ну, пусть в R1 в нашем случае, то вот такой символ мю F минус 1 – это образ меры мю под действием F, и определяется он как раз вот так. Это есть мю от F минус 1 от А. Вот то, что вы здесь видите для случая, когда мю – это вероятностная мера. Значит, у вас мера из пространства омега, вот сигмал, она задана на сигмал гибреев, под действием нашего отображения, под действием случайной величины х, переходит в меру на уже числовой прямой. Эта мера называется распределением случайной величины х. И понятно, что она содержит в себе всю информацию о случайной величине, потому что вот все вероятности событий, связанных со случайной величиной, вы по этой мере можете найти. Ну вот в дискретном случае эта мера будет сосредоточена на множестве значений, будет дискретная мера такая, на значение с точки АК будет пкатая. И все так, как мы привыкли. Ну вот, и в следующий раз я докажу следующую теорему. Сейчас мы за это оттекочим. Теорема 1, что если у нас есть последовательность вероятностных мер Qn какая-нибудь вероятность на сигмал гибре B1, так, тогда существует последовательность случайных величин независимые, вот, и такие, что Pxn равно Qn. То есть для любой последовательности вероятностных мер всегда можно найти последовательность независимых случайных величин с такими распределениями. Ну хорошо, давайте на этом сейчас оканчиваем.